В лесу, около деревни Дыдылдина, состоялся спортивный праздник, посвященный 35-летию горнолыжного клуба города Видное. Именно в 1986 году группа энтузиастов здесь, на горе, был установлен подъемник, что послужило началом развития этого вида спорта в нашем муниципалитете. Традиционные соревнования, которые проводятся с 2000 года по горнолыжному спорту. Участники приезжают с нашего района и с нашего округа сейчас, с Володарки. Потом мы пригласили с Домодедова, тут несколько человек есть, и Москва. Ну, самые ближние наши друзья приезжают и участвуют в наших соревнованиях. В этом году повезло с погодой. Именно в день соревнований выпало много снега, что позволило провести состязания по всем дисциплинам. Больше всего спортсменов выявляли сильнейших в скоростном спуске, слалами и прыжках с трамплина. Некоторые ветераны, которые прямо от истоков, с 80-х годов катаются на этой горке. Я сам катаюсь в середине 90-х годов. Горные лыжи и сноуборд – довольно экстремальные виды спорта. И новичкам не стоит сразу пытаться покорять все вершины. Лучше прислушаться к советам опытных товарищей. Постепенно. Не надо сразу делать что-то экстремальное. Нужно именно малыми шагами, потихонечку. Не форсировать события. Посмотреть, как взрослые, старшие катаются. И понемногу увеличить свое мастерство. Не жалейте на экипировку денег, потому что многое бывает, падение и все. И это только кажется, что снег мягкий. Среди участников было немало детей, которые спускались с горы, естественно, под присмотром взрослых. У меня такая традиция, я каждый год учусь в соревнованиях. Спасибо. На склоне работала импровизированная кухня, где каждый мог отдохнуть и согреться между катаниями с горы. У нас тут готовится чай. Тут вот ребята готовят блинчики, варенье домашнее. Все вкусное. Чаечек на дровах ароматный. Одной из самых зрелищных частей программы стали прыжки с трамплина через реку. Здесь проявили себя самые смелые спортсмены. Адреналин, драйв, вообще эмоции перебарывают. Все, ничего не понимаешь. Круто. Нет, через речку перелететь, это надо, конечно, иметь. Вон, все, кто участвуют, ребята. Надо мужество иметь конкретно, чтобы так прыгнуть. Всего несколько участников решились на главное испытание. Кто дальше всех проедет по воде. Лыжники и сноубордисты поддерживали друг друга. Не столько был важен результат, сколько хорошее настроение и желание поразить собравшихся. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ.